Субтитры создавал DimaTorzok В соцсетях ходит видео, там аудиозапись разговора между работником Акимата и вами. Я вот хотел узнать, это действительно так? Был такой разговор, да, у вас? Да, 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 действительно, это был такой разговор у нас. Мне 21 января позвонил некий Оскар Бек, он представился работником Акимата и пригласил меня на беседу. Я думала насчет митингов, наверное, потому что мы до этого планировали на митинг, лучше, да, написать этот, ну, как разрешение все получить, потом хотели. Я думала, насчет этого они вызывают меня. Разговор был в Акимате? Разговор был у нас в Акимате, да. Ну, естественно, я ему сказала, что этот я не одна, что у меня есть учредители, и что я приду со своим помощником. Ну, имеете в виду, этот заместителем, да. И этот, он не был против, конечно, он сказал хорошо. Потом я его номер взяла и сказала ему, что я позвоню ему сама, когда, ну, будет свободен, да, он второй этот. Потом я позвонила своему, у меня так, сами вместе, да, вот на собрание постоянно ходит активист, скажем, в Русте. И вот я ему позвонила и сказала, давай, сейди, меня вызывай туда. Ну, он в этот день сказал, что не сможет, а на следующий день мне звонили 21 января, а мы пошли туда 22 января. И я вот позвонила ему, этому Адску Ибеку, потому что так как у него номер у меня сохранился, так как он звонил с такого номера, и я ему позвонила и сказала, что я готова поговорить с ним. И мы пошли навстречу областной агентации. Так, вот еще вопрос. Правильно я понял из данной записи, что перед вашей беседой, вот с представителем Акимата, с этим же представителем разговаривал Талхат Аям. И они беседовали именно о Демократической партии Казахстана. Я ничего насчет этого не могу сказать, так как он сказал, что, вот, слышали, наверное, да, в записи, но он сказал, что они разговаривали с Талхатом Аяном, и что вроде бы они договорились, да. На совместных каких-то действиях. Ну да, я не могу сказать, потому что я между ними не была, так как я не видела до его, чтобы он ходил в Акимат или где-то встречался, я своими глазами этого не видела. Поэтому я ничего не могу сказать, но он утверждал, что этот, ну, этот Аккерберг сказал, что они встречались уже с этим Талхатом Аяном, и что они вроде бы договорились. И у меня сразу сомнения начались. И вот вопрос еще один. Как вы считаете вообще, по какой причине сотрудники Акимата будут, как бы, призывать, да, независимых наблюдателей поддержать именно якобы оппозиционную партию, Демократическая партия Казахстана? Почему? Зачем это нужно Акимату? Я даже честно расскажу, да, вам этот Акимат, я даже не знаю, что думать, о чем я даже... Я просто знаю, какая я сама, да, вот я, например, открылась, да, как бы, чтобы было все прозрачно, чисто, ну, что бы, да, были бы, ну, какой бы это ни была бы, парламентские выборы, да, президентские выборы, чтобы работать чисто, как бы. Я для себя решила, что я буду нейтральную позицию придерживаться, да, что я под Демпартию, под какую-либо партию я не буду подписываться никак. А так, я же говорю, я даже на видео с Толкатом Аяном вместе до этого, до того, как меня в Акимат приглашали, да, я с ними даже в одном видео снималась, на фотографии тоже вместе снимались, да, я поддерживала его полностью и вся, действительно. А когда они меня вызвали уже в Акимат, после этого я уже, конечно, уже я задумывалась, я даже не знаю, я ни за кого не встречаю, я просто отвечаю за себя, честно. На вас-то вообще какое-нибудь давление после этого оказывалось? После этого давления никакого не оказывалось, но до, когда вот они меня приглашали, они мне сказали, может, к вам этот, на работу, может быть, этот, ну, они так сказали, да, может быть, на работу, по-моему. На мёки? Да, на мёки, на мёки, да. Давайте, мы к вам, чтобы вам было, говорит, это удобно, может, мы к вам, говорит, на работу, ну, зайдём, говорит, на работу поговорим. Я сказала, не надо мне, говорю, на работу, говорю, я всё-таки 27 лет там работаю в одном и том же месте, да, у меня, как говорится, семья, я на одной зарплате живу, я никакая не бизнесменка, не этот, поэтому я сказал ему, я, как этот, вам скажу, сегодня я с вами не могу встретиться, но завтра я сама вам позвоню, как только договорюсь, да, этот, ну, не сказали, хорошо. Ну, так, я вам даже... Ну, я со своей стороны вам скажу, что в случае, если там на вас будет оказываться давление, то на мою поддержку можете рассчитывать, как бы. Спасибо за мной большое. У меня есть, конечно, аудитория всё-таки, и, думаю, народ Казахстана поддержит. Также хочу вот у вас попросить разрешение опубликовать данную аудиозапись. Даёте разрешение? Ну, на канале у себя. Ну, как бы это будет такое, это будет моё видео. Я буду просто рассказывать, да, о данной аудиозаписи и просто сделаю вставку туда вот именно с разговором с вами, чтобы как бы подсадить, что, да, действительно, это не поддельная аудиозапись, это не вброс, а реальная. Было такое событие. Хорошо, хорошо. Ну, это действительно же так же, это же так, было же, чего мне скрывать, мне скрывать нечего. Хорошо, конечно. Всё, спасибо большое. До свидания. Ага, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.